Поехали. Продолжение следует... Może na początek puszczę Państwu krótki film lekko pokazujący naszą firmę dla tych z Państwa, którzy nie mieliście okazji u nas być, a pozwoli nam też na zaczekanie na spóźnia. KONIEC 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 в этих рынках się dzieje. В связи с чем мы сегодня едем из ведущих доставцов этого типа связанных на свете. Нашим главным конкурентом является фирма Cisco, которую вы знаете, американская и с поводением с этой фирмой удается нам выиграть в следующих тематах. Очень сильно умолчили себя на рынке полском, но о том говорим в планах на прошлый год. В опорции о LifeBank появился новый продукт, который мы урожали вместе с фирмой Полкомтел виртуальной приходной, где клиент может корzystaть с дорадства лекаря, с использованием właśnie канала видео. И в продукте тем, который в очень кротком часе стал вдроженый и в кротком часе тоже узыкает очень очень важную, идемную в тысячи группу клиентов, опатруемый потенциал будущего решения для рынка медицинского, над которым мы начали работу. То есть взбогасение этого продукта, так само как было в банковости, о функции wymаганной с точки зрения обслуги клиента банкового, взбогасение его о речи, которые уможливают обслугу клиента плата медициной, такие как здальный стetosкоп, как здальный помер температуры, здальное выставление receptы, czyli те wszystkie речи, которые сейчас реализованы, приходят до лекарства, например, первого контакта. В большинстве этих вещей можно проводить в канале здальном, не только в то в верим, но и на это доводы, потому что на вселенных обслах света рынок этот здальный визит лекарских очень интенсивно развивается. В секторе финансово и банковом умакнёмся. В прошлом году mieliśmy три очень важные проекты. Первый то есть закончение вдужения банку SmartBank, первого мобильного банка в Польше, а в следующей в kolejности подписать новый контракт в закресе банковости интернетовой и мобильной с банком с первой чужой консумер финанс. Назвы не волна нам уявить, допоки продукт не станет вдрожен комерцийне, а в следующий с банком почтовым на новый продукт НВЛО. Каждый контракт о kolejном ряде велкости, многим въемлементом в этом моменте проводимы праше аналитичное над еще большим проектом о ранде международной, о которой мы, о которой мы, недолго будем встан встан больше шчегулов говорить. В закресе рынку телекоменитационного в прошлом году доконали несколько истотных новых вдрожеń, если в ряде новой почты новой генерации в ровно в плюсе как бы в оренджу и то в моделу ревенюшеровым, кое нас очень очень в нашем найбардзей пожданном моделу, когда черпимы приходы от каждой услуги, от каждого абонента позысканого, потому что в этом моделу, так само как исторически в дзвонках удается нам в дугом окресе зарабатывать много и более дуговоловый повтажален для нас бизнес. кое стаем натуральным партнером для нашего клиента, потому что от нашей прации в зависимости от клиентов он на эту услугу позискать. И мы тоже ангажуем нашими силами в стратегии позискивания этих клиентов. З Т-мобилем, как уже рапортировали многократно, подписали очень очень много умовы, 100 млн. в окресе 5 лет, с партнером Випро на обслугу системов информатичных. Вдрожение этой умовы нам в прошлом году опусьнило, не с нашей вины, что так поверью партнеров, которые участвовали в связи в связи с чем в ручке мы о квартал в начале с генерированием приходов из-ти умов. Это нам опусьнило, но удалось преимущество это системы, сегодня это вполне операционное и реплиемо приходы. Как также первое заграничное вдрожение как в группе Virgin Мобиль в Аравии Саудийской, а прежде всего выйтие с нашим коровым услугом Римбектон на группу А1, о которой забегали и обучили от дугого времени и в рамах этой группы подписали первый уже контракт и проводили вдрожение в МТЛу булгарским с планами расширения этого на позозащее крае группы А1, то, что заповедали, что стане, что стане, что стане в околицах в околице, пащернека, удалось заповедили с конец года, вдрожение уже начало и мы на этапе его урухомения и репсерта корысти ревшерных взрослых базы клиентов рингбектон на рынке булгарском. Продукт Айлумио в прошлом году позискал 15 новых hotelи, 3 шпитали, 2 installации диджитал стайныч. Дзялали очень интенсивно на рынках заграничных зарок на рынке немецком и на рынке дубайском. Мамы первые вдрожения реализованы на рынке немецком или швайцарском в Цермаче в одном из въедущих hotelи. Вдражаем наш продукт. Не особо не доволене айлумио. Дзял проводим праку над продуктами продуктов. Наш продукт в здерзении с рынками высокого вымагающими как рынки дубайске полегал на тем, что большинство объектов с объектами исцнеюцими. Наш продукт был достосованы до ново будованих hotelей с новочесной infrastrukturой кабловой. Так, что опраковали продукт, который на те загаднения отвечает. Интенсивно в этом моменте працюем над тем, абы в этом году выпустилить. То есть айлумио айлумио.р, о котором пары есть больше в поездки, айлумио. Это пример новоцесной апликации для обслужива ресорту, которую встрожимы в Польске в Розеве, которые презентуем в таких заавансованных ощеротках, которые много клиентам имеют заофрирование. Функции как консервы, как резервация лежаков на пасене, как резервация мест в restaurации. Это такие важные вещи из-за клиента, а в отеле важная есть возможность продавания оттоков услуг клиентам подчас побытию. Продукты являются в наших стронах. То запрашиваем. Продукт, который сейчас работаем в Айлуме Айлуме. Это легкий продукт, который отвечает на потребы новочесного клиента захотнего, который приходит своим контентом, своим tabletом, своим телефоном, Netflix, Amazon Prime, своим видео и не хочет корыста с телевизой, которую hotel ему ofерует, но прежде всего свой контент вырвуcić на телевизор, вырвуcić на глощники высокой jakoсти и в этот способ свой контент konsумовать, а hotel заразем chce иметь интерактивный интерфейс, на котором вышветлять ему свои пропозиции, свою оферту, показывать камеры на стоку, например, например, или у гуру уже перестал сыпать снег и могу выйти из этого отеля на арти или не, или такой элемент интерактивности может спрета ему или запросить его до restaurации или какой-то event. В связи с чем это продукт, который отвечает потребам двум. Первое, тем, что клиент новочесный уже сегодня приходит своим собственным tabletом, своим контентом до наблюдания, своими своими фильмами. А второе, что hotel может не посидать хорошей infrastruktуры кабловой до каждого покоя hotelового. То есть не кабла интернет до каждого покоя, который не позволяет в связи с чем стримовать этого контенту с места центрального, что есть основой каждого нового обнованного объекта. Natomiast мы хотим иметь продукт, который можем адресовать до сотых тысяч hotelей, а не до десятых hotelей ново обнованных только в данном регионе. И тому может служить Айлумио Air, с которым мы надея выжить еще в этом на на рынок, который значительно посерит нам базы hotelей, которые можем адресовать. Co więcej, продукт в своем само инсталовальны, то, что hotel будет встать сам в własном закресе такие urзнения подключить и рухомить без возможности посиадания каких-то специализованных сил информатичных. Прекажем голос Лукасов. Дякую. А помню о выниках финансовых. Выбираем для Państва несколько параметров финансовых, которые в моей ocене лучше представляют рог 2015 в Айлерон. По строне финансовой oczywiście. На початок podstawовые paramетры wynikовые и их отнесение до 2014. Прежде wszystkim взросла нам sprzedaż до poziома близко 70 млн. зл. Czyli взросла 27%. Поправили рогнеш рогнеш на poziоме EBITDA czyli рогнеш которая najleпе конвертует в спулке на готовке. За 2015 это рекордный poziом 12 млн. зл. Рог wcześniej 2014 млн. 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 на базе этой технологии. И в этом модели, так как говорил Рафао, от колку лет с успешным продажем «HALO» звонки. Студно тоже хотели бы принять этот эффективный модель на новые технологии, новые рынки. И это нам удалось сделать в 2015 году. В этом модели подписали между ином контракт на новую почту голосовую для «Полком Тела». В этом модели также урхомили «HALO» звонки для «Телеком Austria Group», или «Платформы телемедичные «Япру» для «Полком Тела». Так как говорил Рафао, на 2015 году мы также планировали больше приходов с целью реализации 5-летнего контракта для «Т-Мобайла», которое мы делаем вместе с «Випро». Но здесь это тримесячное присутствие позволило, что фактурование начали только под конец 2015. Однако начали этот 5-летний окрес платный. Оценяясь так оголнее эффективность бизнеса мы прежде всего довольны с того, что зысковность нам в большом стопе конвертует на «Готовку». Я еще до kwestи высокого стану «Готовки» и «Поплывов операционных» хочу обратить внимание на пару параметров которые поправили в последних 12 месяцев. Прежде всего, что поправили «Беглоги». И, смотря на ситуацию, то есть, в начале года 2016 года, то релация контрактов певных до приходов планированных на целый год 2016 то есть уже уровень близко 60%. Рок temu, о той поре, мы были 43%. И практически все наши бизнес-unиты, то есть остройки генерирования бизнеса, тематичные поправили этот параметр. Другой источной изменой в структуре какощественной спрета, это успешный взрос экспорт. Экспорт для нас для нас важнейшим kierунком в развитии. Приходы на этих рынках поправили о понад 50%. И сегодня экспорт станет в скале всей спрета, прежде всего 30% уже. Расскажем до эффективности бизнеса. Року 2015 и зреализована во wrzeщиу эмисия, спредана во wrzeщиу эмисия приczyнилася до того, что салдо готовки в спуце есть рекордовое. То есть poziом 15 млн. На подобном уровне мы сейчас обязательные обязательные, что означает, что на понадный год перед западалностью этих обязательных мы solidное покрытие этого задушения. И тут одна уважа. Уважаем, что салдо задушения спуке есть relativно недуга, стонт тоже не выключаем częściового или целкового финансового этих обязательных обязательных. Салдо generования готовки есть прекрасно видочные при анализе переплыва с действительности операционной. Салдо этих переплывов с года 2015 то есть poziом понад 14 млн. на плюсе. Рок wcześniej мы салдо близки 0. Вспомнил о эмисии о эмисии врешне близко полгода по IPO то есть добрый час чтобы покусить о такие первые подсумования реализации целов эмисийных. Для вспомнения позыскали мы 6 млн. которые 6 млн. более по половине было назначено на развитие функциональности продуктов только в большинстве потенциале и их спрета на рынках заграничных. Подсумывая все все выдачи с 2015 на 2 млн. говорим о скале 3 млн. о том какие функциональности развили мы развиваем данные функциональности или на каких рынках будем продавать продукты еще больше Рафау. инвестировать в развитие продуктов и в развитие продажи наших продуктов за границом. В особенности добрый страдающий нам в этом моменте млн. 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 который сегодня занимается в системе банковом, что кто-то подтвердит, что Ковальский есть Ковальский на основе доводов, или это работник банков, или курьер, который не до конца учащий, всегда может себя захватывать, а раз проводить саутентикованный клиент в системе банковым, а позже с преливами злотовковыми не встанет вставлять довольную, довольную власть рахунков, поэтому между ином, те преливы злотовковые мают сникнуть. То есть наша технология позволяет эту автентикацию здальнее выполнять. Это очень ценное, заровно для банков, как и для многих услугодавцев, которые хотят заверить умову и потребуют в замене этого папиру, с которым надо до клиента поехать, потому что клиент musi прийти, показать довод и себя действительно уверительнее. Наша технология это уможливает, а кое-каке, что есть, сферно захватывание такого довода и при następной конечности сферыфикования довода, технология наша встанная справедливость, что показывает довод, отвечает тому, который в системе мы зарегистрировали. Знову вспомагая какогость работы урэндника банкового. Так само впроводили в наших разрешениях уже тачский новый подпис, czyli документы и умовы, которые до той поры musiały быть подписаны на папире с банком, могут быть подписаны здальнее. Та гама продуктов поводует, что отдел уже сегодня в сту процентах уже сейчас в сту процентах застеповальный. Единее готовки не можем выдать, а не прийти. Но это делают банкоматы и вплатоматы. В связи с чем в миаре популяризации этой технологии и вдражаниях в wielu местах, мы веримы глубоко, что за какой-то час наступит пресунение вайхи по стороне банков и банки будут себе могли позволить на то, чтобы отделы ликвидовать, а обслуживать нас в этого типу технологии. Отделы останутся для людей, которые не в этих технологиях так плынные, которые помогают, которые помогают, которые помогают wsparться. А то будет это zupełnie вина скала. И мы что-либо на этой фалии пионеров в этом закресе. Так как три лета тому, что мы эти банки эдуковали. Дисай в рапортах банковых Форестера или Макинзея мы поменялись как спорка с ведущим розвязанием. Ваще в конкуренции с СИСКО. Ващество в Умакиняеме на рынках заграничных. Как уже mówiłem, сподзеваем себя розсерзения нашего вдрожения азиатекского на шеерег краев азиатеких по Сингапуре и Малезью. 10 краев вместе с нашим первым банком там позысканным в Международном Standard Charter. Подобно на рынке полске выграли значимые тематы. Недлго мы можем о них сказать, как законтрактуем и еще сильнее умолчить нашу позицию в заказе лидеров ринку полске. Вдро интенсивно працюем над розвоем ринку немецкого и обслуживаем клиентам из других регионов Европы. Без мы сейчас очень дофинансовывать разве Лайфбанку, потому что мы видим, что это 5 минут на здобавание света. И это без 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 żadной ароганции, но в опартии о факты, которые обсервуем. В заказе ринку телекоменикационного наш обслуженный экспансий это края вшодные на базе контрактов с группой А1 и МИДЛИС, на котором мы работаем уже от дужшего времени. В планах мы открытие биора в Дубае в ближших месяцах, чтобы обеспечить наши дела хандловые безусредно нашими людьми локальными. Айлумио продаем сегодня на рынке европейском в краях группы ДАХ, немецко- язык, также в МИДЛИС, в Дубае, в этих hotelах на рынке брытийских. В структуре акционариату ничего не не улегло измене в перспективе последнего времени, по-за вещеем Пана Дарьуша Орлоскего, знаного инвестора, прежеса Вавелу, который выкупил от kilку пасыдных инвесторов акции и стал себя 8-процентом акционариусом. По-за тем, склад акционариату акционариату есть стабильный, с понад 40-процентом удзялем осуб зараждающих в акционариате спујки Ораз Intel Капитал то для вспомнения один з найвігших фундусы технологичных свиата, который враз з нами ест и вспіера нас своим брендем и контактами на ринках международовых. Зарząd спујки в тим раку зостај посзерзоны, доѐчу Родослав Стаховиак до зарзду в роли генерал-менеджера Ораз Пётр Скрабски, который зе шветным сукцесем заразда продуктем Lifebankу. То са нове, шветне особы, которые спирајј розвјј нашего бизнесу. В поѐві року плануємо финалне поѐczenie айлерону и Softwareминду, czyli подмиоту еще цегле в 100% зализного, а поѐczenie то одвлекане было в связку з з з działанием в стрефе и финансово которые маме до узыскання з раци з раци вејща до специалной стрефи економичной и творжения новых этатов. А повѐм, что в зешјм раку затруднилили понад 60 новых осуб. В связку с чем та динамика затруднения теж ест истотна, что естэшме встани тему подоѐч и с кадрами и затрудненем новых людей радзи. На конец еще повѐм, что спонсорованы за нас Себастян Кава, 23-кратный мистц свиата в лотнице и сибов и сибов в момент, когда здобавал мистцовство Дубаја, мы в тем часе здобавали там тоже наш штыц, позискав истотный для нас банк в тамтом регионе. Вспера нас, а мы спираме его. Но прежде не мартвить, то не са значиме выдајтки. Дякую и запрашам до пытај. Паѐства, как и учестничоѐх здальне интернаутов. Макеј Вечерковский, Дякую. Я вам пытање таке, 60 няких осњ, а јки ўњчње стан затрудненијја. И хчаўбм допытаћ о такј шец, која мя заинтересоваја, та виртјална приходня. Если я добре розумеем, то то јс рачј пршшлојциј продукт, так? Бо если, а јсцем на бејзо, что стан правный се в Польсце не зменијј, то оцдеј њдзелене такеј класичной пораде, чи выдание злецене якегось лекарскејо и порада лекарска, не јсць можлива в иннеј форме, ніж прз безпојсредни контакт. Та јсць зешјць, на кјо много подмиотов, которые дзялаа в этой сферзе виртуалнеј, медичнеј, зверцајуаге, како на поважне ограничение. Тојся јсцем заптаћ по-перше, кој в той хвили конкретне та виртуална прзходня оферује и какие са планы розвоју тего, бо я розумјм, что муси се в полце змјјць право, бо на разі не можна порады медичныј јдзелить в иннеј форме. И только тако јдно јсць, уже шибко, то бљскавичне патани, бо чејаћ доведћићеће, чи то добре зразумијем. Бо теж бадзо цекави тен продукт ест то i лујмьо R. И шли јдобре зразумјаћем, то ест подобењство, чи якісь там одповедник Apple TV, только с тем, з тоа рознича, что зяла на всеских урзјјјјах, а не только Apple, и там завјера еще якась додаткаве ус�луги хотелове, так, але грешне предзуца з урзјјја клиента на телевизор хотелове, так? Первое 369. Другие pytanie dotyczyło produktu медycznego. Так, są ограничения в świadczeniu pełной порady лекарской в канале видео в Польсце. Змени się это на полно, потому что весь мир изменится. Ну, хотя бы, что Польска будет менять в ином направлении, потому что в Польсце не изменится, но дбаем очень о то, чтобы больше приходов иметь из других рынков. В связи с чем мы будем встать эти продукты вращать на других рынков. В Великой Британии, в Станах порады медичны здальнее, очень интенсивно развиваются. Мы создали продукт за нецел 9 злотых месяц. Не ма пан доступ до лекарза Фалка в Полькомтелу в каждой хвили. Так, может пан запытаћ, почему децето укашл, а что сделать в данной хвили? Чи децето, как пан земдлеј и сейчас муси дзвонить на поготове и тумачить, что си таке стало, что лежи в ванне, что ему чтось там си дзе, может это покажать через камеру. В связи с чем, скутечней можно и латвей можно порадить, что сделать. Natomiast есть это сегодня стосунково примитивный закрес услуг. Згадзам себя. Только, если пан попатчет в филку в пруд и видит, что сегодня уже есть здальний стетоскоп, который пан может себе приложить до до цела и он пана слушает. Здальна помиара температуры в разных гаджетах новых, которые появятся. Мау, что мерзи в данной хвили, то мерзи историю этой температуры. Помиар працы серца, который за хвили тоже будет повсечный в разных гаджетах, в связи с чем, пан будет встаннее прийти до лекаря, не только с хвилиными симптомами пана обявы, но и с историей помиару температуры, с историей помиару например ослухания стетоскопового, пульсу и шеерега других вещей. В связи с чем, та диагноза будет могла быть вполне выполнена, значнее более вполне, niż wynikające с факту пана седения на кресле у лекаря. Не mówiąc о том, что ослужит пан душе працы и будет можно активизировать лекаря, которые в данном месте акурат не ма специалистов, а с ам, а может волна мешкать в Закопанем, а в Краковой, что обслугивать клиенту с Кракова. В связи с чем, то на пауна ест прошлость. То не ест 100% обслуги, то не са лекаря специалисти, але 25% визит есть по рецепте. В связи с чем, рецепты электроники тоже в Польше не ма, но в многих странах есть. В связи с чем, в этом продукте, если пан будет приходить по kolejному рецепту, потому что пан хронически хори на какую-то хоробу, то этот продукт пану вскажет аптеку, в которой этот лек есть, лекарь выставит рецепты, рецепта траси до аптеки, в которой пан этот лек свой отберет, а еще пану sprawdит цену, или нет, где-то там. В связи с чем, то есть та технология, которая идёт. И сейчас мы на день сегодня зреализовали первое такое вдрожение. Teraz працюем над тем, чтобы в форме спулки выделить, выделить эту технологию и развивать её в kierunku właśnie tych потреб медичных. Oczywiście конкуренция есть dużа на этом рынке, потому что на на этот рынок медичный, то wszyscy сооржат зэмбы, бо видят, что там есть много до zrobения, але myślę, что мы совсем не злый уже poziом стартовый, бо то видео, которое выдает себя простым и каждый повеет, что можно взять Skype, WebRTC, а либо cokolwiek, чтобы сделать такую obsугу, то в каналах, в которых это видео и какого-то это себя лично, то прошу мне уверять, что банки на правду бы себе взяла этого Skype, этого WebRTC и кого-то и сделала это решение. Но даже Cisco, большая фирма на свете, я бы сказал, что-то коммуникационная, которая посидала WebEx, а душе doświadczenie, не порадила себя в великих местах, где мы себе радимы, в связи с чем эту технологию самую видеотрансмиссию интерактивную сейшую очень хорошую. И это уже очень хороший початок, так, до трансмиссию, но только на афоне. Афония не складывается из афона. Афония складывается с андроидом. И тогда уже нет. То есть второе устройство подключить, в связи с хромкастом. То есть два устройства. До этого еще hotel хочет представить какие-то свои пропозиции интерактивные. Еще до этого musi быть телевизия наземная. То есть очень очень сложный состав устройства, который может быть навзаем селом а клиент может быть в этом вызнать. Это не возможно. Поэтому мы видим потенциал и возможность сделки одного устройства, который интегрует. И такой prototyп этого урожения мы. И мы можем его впроводить на рынок масовый. Jоланта Чудак, лидерже инновационной Дзинной Газета Правда. Co правда уже тут Panowie powiedzieli częściowo о тех технологиях, но кто есть их автором? Это родители или это адаптированы? Или мы имеем какой-то участие в их развитии в краю? И что вредит о том, что в росте оборотов в целом года в 20-7 процент. Так хорошо разумеем? Потому что że to jest znaczący wzrost przy tej огромnej konkurencji, która jest na tym рынku, to można powiedzieć, że to jest znaczący sukces dla firmy. Więc no właśnie, to proszę powiedzieć, co o tym wszystkim decyduje. O technologii, pozwolę Radkowi powiedzieć. O wzrostach to ja powiem. To znaczy, nasze ambicje są wysokie i wzrost 27% nas kompletnie nie satysfakcjonuje. W tym tempie będziemy rosnąć, to umrzemy, zanim osiągniemy poziomy, które byśmy chcieli widzieć. No ale jednak to jest spory. Jest, ale nie jest to taki wzrost, na jaki mamy ambicje i jaki chcielibyśmy, aby realizować. To znaczy, jeżeli nasze produkty wejdą, na razie rośniemy liniowo w produktach, a nawet w niektórych nam się nie udało rosnąć liniowo. Natomiast mamy ambicje eksponencjalne, w związku z czym sądzę, że te wzrosty mogą być większe niż takie, które odnotowujemy teraz. W zakresie produktów, znaczy generalnie wartości wypracowanej u nas w firmie, to w obszarach produktowych te wszystkie elementy stanowią naszą myśl technologiczną i nasze prawa zarówno autorskie, jak i wytwórcze. I zwracamy na to szczególną uwagę właśnie w tych częściach firmy, które są związane dookoła produktów, czyli iLumio, jak i LifeBank. Na przykład w przypadku takiego iLumio to wszystkie urządzenia, które są przez nas, czy montowane w hotelach, są przez nas projektowane i cały nadzór i później rzeczy z tym związane należą do nas. Czy w przypadku LifeBanku technologie związane z transmisją obrazu, z kodowaniem, czy z dynamicznym strumieniowaniem pasma, to są takie rzeczy, które wypracował iLeron i stanowią naszą wartość. I z taką myślą też działamy w innych obszarach firmy, na przykład czy, tak jak mówiliśmy, nasze wdrożenia systemów bankowości internetowej, czy mobilnej, to też są elementy, które są przez nas wytwarzane. I to tak jak nasi klienci pokazują, to w tym momencie coraz większe banki decydują się na wybór czegoś, co jest stworzone w całkowicie i stanowi nasz produkt i nasze prawa autorskie. Czy to można powiedzieć, że to jest absolutnie rodzima technologia? Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Oczywiście to w przypadku informatyki, ona się składa z wielu różnych elementów, natomiast my nie posiłkujemy się tutaj jakimiś, nie jesteśmy w tym przypadku w sektorach, czy w biznesunitach produktowych, czy w tym finansowym, nie jesteśmy tutaj integratorem takim stricte, który bierze zewnętrzne klocki i je sprzedaje klientowi. Nie, my to wytwarzamy i później u klienta wdrażamy. A czy macie swoje jakieś biuro badawcze, czy badania rozwój? Nie mamy ściśle wydzielonej jednostki research and development, natomiast zwłaszcza w tych sektorach takich mocno wzrostowych, to naprawdę kilkanaście do dwudziestu procent tych prac, które my robimy są takimi pracami ściśle pod przyszłą sprzedaż. Tak jak mówiliśmy o wirtualnej przychodni. Na teraz w Polsce nie ma regulacji prawnych, które pozwalałyby nam na takie wdrożenia, ale my już w tym momencie nad tym pracujemy, bo wiemy, że jak tego teraz nie zrobimy, tak takie regulacje wejdą za rok, no to kto będzie wtedy gotowy na rynek, żeby to sprzedawać? A czy państwo współpracują również z ośrodkami naukowymi polskimi? Pracujemy z kilkoma uczelinami, to zarówno w Polsce, jak i też na rynkach europejskich, między innymi realizując projekty dla Unii Europejskiej, więc mamy tego typu aktywności i one są zarówno na takim powiedziałbym tle ściśle naukowym, gdzie po prostu wymieniamy się wiedzą i staramy się wdrożyć to, co na przykład uczelnia wypracowała, ale też na punkcie takim ściśle kapitału ludzkiego. Ale jakieś prototypy też wspólnie robicie z ośrodkami naukowymi, z instytutami naukowymi, czy tylko? Podam pani przykład, na przykład autoryzacja głosowa, czyli rozpoznawanie charakterystyki głosu, to jest produkt, który powstał na AGH, który my włączamy i wdrażamy we własne produkty. Produkt, który robiliśmy na rynku angielskim dla Garlika jeszcze kiedyś do analizy tożsamości cyfrowej, znaczy sprawdzanie tego, co się dzieje z naszą w ogóle tożsamością, czy ktoś w skrócie nie wziął na nas kredytu, nie wziął na nas telefonu gdzieś, często, często sytuacja, tak? W Polsce dzisiaj też już się z tym spotykamy. To powstały współpracy z Uniwersytetą w Northampton, niejakim Bernerem Lee wręcz jego zespołem, czyli w pewnym sensie jednym z wynalazców internetu. Także staramy się wchodzić w takie współpracy i szukać takich współpracy, natomiast nie ma ich zbyt wiele, powiem szczerze. Natomiast co do w ogóle innowacyjności, w jaki sposób szuka się nowych produktów i tak dalej, to moglibyśmy osobną konferencję zrobić, bo to jest temat rzeka. Natomiast nie wierzymy i nie mamy wydzielonych tam działów badawczo-rozwojowych, które zajmują się tylko i wyłącznie badaniami. Jeżeli można prosić o informację na temat, coś więcej na temat perspektyw na ten rok, bo ten backlog 59% pokrycia planowanych przychodów, a można prosić ewentualnie jakąś liczbę bez względu w wartościach w milionach złotych, ile to jest, albo jaka jest dynamika rok do roku. I drugie pytanie, bo tutaj m.in. rozwój na rynkach zagranicznych, ponieśliście Państwo koszty w milionym roku. Wiadomo, że firma, żeby się rozwijać, musi inwestować. Ale czy w tym roku też należy się spodziewać, że jakby dynamika kosztów będzie wyższa niż przychodów, w rezultacie będzie to miało presję na wynik? Dalej będziemy mocno inwestować w rozwój zagraniczny, natomiast w tym roku spodziewamy się już znaczącego wzrostu przychodów z tamtych rynków. Natomiast jeśli chodzi o prognozy w względnych wartościach, to nie publikujemy prognozy. Ale chyba też właśnie tego, że jest wyższy, bo tak jak w tym roku jest wyższym, bo tak jak w tym roku jest wyższym, bo tak jak w tym roku jest wyższym... Znaczy, pokazujemy to po to, żeby Państwu pokazać, że jakby, że bezpieczeństwo osiąganych przez nas wyników w tym roku jest dużo wyższe, bo na początku roku mamy dużo wyższe zakontraktowanie, natomiast oczywiście baza nie jest niższa, jest też znacząco wyższa na przyszły rok planowana. Ponieważ kolega podobne pytanie zadał, to ja takie dodatkowe. Wspomnieliście Państwo, Panowie, o specjalnych strefach ekonomicznych. Jak wiadomo, Polska przedłużyła ich działanie do 2020 bodajże, mocno narażając się już Unii, która jest raczej przeciwna tego typu rozwiązaniom i one będą niwelowane, tak jakby likwidowane nawet w krajach Europy Wschodniej, bo w zachodniej ich praktycznie nie ma. Co w tej strefie ekonomicznej, jakie na najbliższe lata to będą, co tam jest wniesione, jaka produkcja, jakaś współpraca, co planujecie, bo to jest do 2020, ewentualnie, bo może być jeszcze… W naszym przypadku ze względu na specyfikę działalności nie można mówić o jakichś materialnych wysokich inwestycjach, czyli naliczania ulgi na podstawie inwestycji capexowej, nazwijmy to. W naszym przypadku bazujemy przede wszystkim na wiedzy, na osobach. Naliczanie ulgi tą drugą metodologią opartą na tworzeniu nowych miejsc pracy to jest właśnie nasz przypadek. Aplikacja, która została złożona w momencie, kiedy żeśmy się przenosili z siedzibą do specjalnej strefy ekonomicznej, przewidowała ulgę na poziomie około 4 milionów złotych z możliwością jej zwiększenia o 20% w sytuacji, kiedy tych osób zatrudnimy więcej i z dużym prawdopodobniem mogę powiedzieć, że skorzystamy z tego maksymalnego limitu. Tą ulgę my rzeczywiście możemy odliczać od CIT-u, czyli od podatku, który nam z pierwotnej kalkulacji wychodzi do zapłaty do roku 2021. Natomiast z racji naszej rentowności my tą ulgę skonsumujemy zdecydowanie wcześniej. Tak czy inaczej, jeżeli ta perspektywa nam się nie przedłuży, to mamy czas do roku 2021, żeby jakby powielać kolejne aplikacje i w istotny sposób sobie ograniczać czy optymalizować podatki dochodowe. Także dla nas jest to taka wartość. Jeżeli nie ma więcej pytań, to odpowiemy na pytania z internetu. Pierwsze pytanie przeczytam Państwu od posiadaczy akcji Aileron od kilku lat. Jaka jest obecna wycena akcji spółki co do innych spółek giełdowych o podobnych przychodach? Znaczy ja nie wiem, powiem szczerze, nie obserwuję innych spółek i innych przychodów i ich wartościowania. Osobiście uważam, że nasze akcje są w tym momencie bardzo tanie. Niestety ja mam okres zamknięty na inwestowanie. Tyle mogę Państwu powiedzieć. Myślę, że są eksperci, analitycy, którzy będą umieli bardzo dobrze i wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie, jak można nas porównywać do wyników innych spółek. Pytanie co z kursem akcji? To nie jest pytanie do mnie. Tylko do przyszłości chyba, to jak się będzie kształtował. Myślę, że na to wpływ nie tylko mamy my. My staramy się robić najlepszą robotę w tym obszarze, gdzie jesteśmy w stanie robić, czyli produkować te produkty, twardo pracować, jeździć, sprzedawać je i przywozić pieniądze tu do Polski, do Krakowa. Płacić potężne podatki od tego wszystkiego. Także to robimy. Natomiast jak rynek nasz się będzie rozwijał, jak giełda, to ma niestety też na nas wpływ. Natomiast my na to wpływu nie mamy, w związku z czym myślę, że my zrobimy wszystko, żeby ten kurs był jak najwyższy i widzimy bardzo silne podstawy ku temu, żeby dobrze rósł. Natomiast nie wiemy, czy będzie w stanie rosnąć na tym parkiecie. Ale to wtedy też myślę, że w miarę wzrostu produktów naszych jeszcze eksportowych będziemy mieli alternatywy na zmianę parkietu. Pytanie, jakie są wyniki przychodowe usług drożonych w krajach arabskich? Były ogłaszane dwie platformy i czy te inwestycje już się zwróciły? Łukasz? Inwestycje się nie zwróciły i mogę powiedzieć, że sprzedaż z tych dwóch platform, ona jest realizowana w modelu refszerowym, jest poniżej oczekiwań. Natomiast my oczywiście inwestujemy mądrze i to nie były wielkie inwestycje. Zawsze zaczynamy, tym bardziej, jeżeli to jest nowy produkt, nowy rynek, zaczynamy od czegoś, co nazwałbym próbów koncept, czyli inwestujemy relatywnie małe pieniądze po to, żeby sprawdzić, jaki mamy zwrot z rynku i wtedy ewentualnie zwiększamy skalę. W ostatnim okresie, w ostatnim raporcie okresowym jest zmianka o instrumencie finansowym, motywacyjnym i przypisanym odpisie 1,5 miliona złotych. Ile osób w firmie jest beneficjentem tego programu? Za jaki okres ma to być premia? Jakie są ogólne warunki udziału? Tutaj pierwsza uwaga, taka podstawowa jest taka, że my nie zmieniliśmy zasad motywowania kluczowych menadżerów, czyli głównie to są zarządzający poszczególnymi biznes unitami. W latach ubiegłych i w roku 2015 i w roku 2016 to jest premia uzależniona wprost od wypracowanej ebiddy przez danego biznes unit czy przez danego menadżera. Zmieniliśmy tylko w roku 2015 formę tej wypłaty. Z racji tego, że staliśmy się pełnoprawną spółką publiczną, stwierdziliśmy, że forma taka bardziej profesjonalna, czyli właśnie pochodny instrument finansowy, pochodne od ebiddy jest jak najbardziej, jest najbardziej transparentna, dla inwestorów i tyle. Co do zasady nic się nie zmieniło. Co do formy tak, w związku z tym tutaj inwestorzy mają możliwość zapoznania się z wysokością tej premii w osobnej nocie ujawnionej sprawozdaniu. Jak będzie się kształtować w tym roku polityka zatrudnienia i losów chcecie zatrudnić w 2016 roku? Nasze plany przewidują zatrudnienia podobny wzrost bezwzględny w ilościach jak w zeszłym roku. Natomiast oczywiście jest to elastyczny, zależne od projektów, od większego zapotrzebowania ludzi. Wówczas musimy te zapotrzebowania weryfikować. Natomiast sądzimy, że zatrudnimy w okolicach powyżej 50 ludzi in plus w tym roku. Oczywiście jak każda spółka mamy również rotację, czyli musimy też jakiś poziom ludzi naturalnie rekrutować nowych, uzupełniając tych, którzy gdzieś tam przechodzą do innych firm. Nasz poziom rotacji jest stosunkowo niski w porównaniu do branży. Mamy stabilną kadrę, nie tracimy kluczowych ludzi. Na tym rzeczywiście na to wkładamy szczególny nacisk, aby w szczególności tych dobrych ludzi, których wszyscy bardzo doskonale identyfikujemy, stwarzać im takie warunki zatrudnienia, aby z nami zostawali jak najdłużej. Sam kiedyś odszedłem z Komarchu, znam to z drugiej strony i wiem, że można było stworzyć nam wszystkim lepsze warunki zatrudnienia, żebyśmy wspólnie budowali tą wartość. To jest moja osobista ambicja, żeby dobrych ludzi zachować w tej firmie, żebyśmy wspólnie tworzyli. Czasem niestety powoduje to, że trzeba się dzielić, czyli musimy znajdywać mechanizmy, jak z tymi ludźmi się dzielić wypracowaną wartością. I to jest oczywiście jakiś bilans, który trzeba zachować pomiędzy naszym interesem jako akcjonariuszy, a pomiędzy zachowywaniem wartościowych ludzi, którzy mówią wartość. Jest to trudne, ale tym, którym się udaje, to są ci, którzy dochodzą daleko i my mamy ambicje być w tej właśnie części firmy. Jeszcze jakieś pytania od Państwa? Jak nie, to dziękujemy serdecznie i jesteśmy do Państwa dyspozycji też w ramach indywidualnych rozmów. Dziękujemy za przyjście. Dziękujemy. 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 Продолжение следует...